В Харциске продолжают подводить итоги ушедшего года в различных сферах городской инфраструктуры. В следующем сюжете мы расскажем о мероприятиях, позволивших в четвертом квартале 2021 года улучшить безопасность и комфорт в школах и детских садах, городах и поселках Большого Харциска. За счет выделенных из бюджета средств в четвертом квартале прошлого года были выполнены текущие ремонты в семи муниципальных учреждениях под ведомственных управлением образования Харциска. К примеру, в чудо-саде удалось привести в порядок ветровой короб, который уже давно прохудился. Состояние карниза на фасаде здания было таким, что во время осадков вода с улицы текла уже по внутренним стенам. Теперь же после ремонта в помещениях сухо. Масштабные по меркам дошкольного учреждения работы велись и в детском саду «Сказка», где после ремонта канализационной системы нужно было привести в соответствие полы. Помимо того, что была отремонтирована канализационная система на одном из блоков нашего здания, также подрядная организация предложила свои услуги и осуществила замену линолеума у нас в коридорах по всему первому этажу. Заменили линолеум и положили ОСБ-плиту в раздевальных комнатах средней группы «Капитошка» и логопедической группы «Радуга». Также был произведен такой ремонт пола в медицинском кабинете старшей медсестры и заменена плитка на стенная и напольная плиточка на пищеблоки. Помимо текущих ремонтов, в 19 муниципальных учреждениях, а именно в 17 школах в Центре детского и юношеского творчества и в здании станции юных техников были вставлены новые окна и дверные блоки. 99 старых деревянных окон и дверей были заменены на современные пластиковые. Это один из классов 26-й школы, где теперь стало существенно теплее, а из окон уже не дует. Всего в школе было решено заменить окна в пяти классных комнатах и в медкабинете. Как известно, что эффективность учебного процесса зависит от двух показателей – от кадрового состава школы и от материально-технической базы. Ну, кадровый состав тут у нас все замечательно, а с материально-технической базой, конечно, проблемы. Школа старая, зданию уже более 60 лет, школа существует 30-й год. Нам были выделены бюджетные средства, и за счет этих бюджетных средств мы поставили 11 окон. Огромная работа во всех школах и детских садах Большого Харциска в четвертом квартале была проведена и по устранению недостатков, обнаруженных во время проверок пожарной безопасности зданий. Большое внимание в четвертом квартале было уделено замечаниям, обозначенным предписанием МЧС. Для устранения нарушений были выделены бюджетные средства, и в многих общеобразовательных учреждениях были проведены следующие закупки. Освещение, пожарного освещения, была установлена пожарная сигнализация, были также составлены множество проектной документации, которая позволит в будущем выполнить определенный ряд ремонтов по устранению противопожарных нарушений. В 26-й школе помимо новых окон появились и новые, правильные в плане пожарной безопасности двери, ведущие в щитовую, в библиотеку и в чердачные помещения. Из 11 пунктов по предписанию 5 мы закрыли полностью, и 4 у нас есть проекты. Если в этом году будут выделены дополнительные средства, то тогда мы еще 4 пункта закроем. В 4-м квартале привели в соответствие с правилами пожарной безопасности лестничные марши в 5-й школе. Раньше здесь был пластик, однако этот материал признали легко воспламеняемым, и его пришлось демонтировать. На протяжении нескольких лет у нас было предписание от пожарной части. Наши лестничные марши были покрыты пластиком, что нарушало все требования. У нас два лестничных пролета, три этажа, и, соответственно, это большой объем работы. И вот нам удалось наконец-то это все устранить. Впоследствии нам удалось заменить двери пластиковые, что в полном объеме теперь выполняют все предписания, все нормы и требования. А это уже 22-я школа, где в 4-м квартале также были заменены окна, и согласно предписаниям инспектора по пожарному надзору установлены противопожарные двери и люки. Вставлены двое металлических дверей, щитовая комната, хранилище книг, и, конечно же, люки, которые ведут в чердачное помещение. У нас там есть такие небольшие помещения. Все-таки забота о детях и безопасность детей у нас должна и есть на высоком уровне. Кроме того, в 4-м квартале мы в 6-ти классных комнатах поменяли окна. В целом же, обо всем, что было сделано во всех школах и садах Большого Харциска, как в рамках пожарной безопасности, так и в плане текущих ремонтов, рассказать в одном сюжете просто невозможно. 4-й квартал 2021 года был насыщен работами разного характера, которые удалось реализовать благодаря существенному бюджетному финансированию. В управлении образования снижать набранные обороты не намерены. Помимо текущих ремонтов, в рамках инвестиционной программы на 2022 год запланированы и мероприятия капитального характера. У нас готовы 4 экспертных заключения, которые выдано Минстроем на проведение так называемых капитальных ремонтов по инвестиционной программе. Это такие учреждения, как детский сад номер 1 Черевница, средняя школа номер 1, средняя школа номер 24 и средняя школа номер 4.